всем привет дорогие друзья с вами марина хмеловская оставайся со мной в этом видео до конца и ты узнаешь как мы создаем плохую карму и по каким принципам а также подписывайся если ты еще не подписан на мой канал в древних тибетских текстах будда дал описание восьмидесяти 4000 ментальных омрачений из-за которых мы создаем плохую карму но он посмотрел на нас людей сказал ну 84 тысячи вы все равно не запомните это очень сложно для вас сведу-ка я до 10 принципов нарушая которые люди создают плохую карму и эти 10 принципов можно прочитать нашей книге 10 правил проживания на и даже протестировать себя потому что эта книга игра и можно протестировать свою карму свою цель на то хватает вам хороших семян или нет но что же это за 10 плохих карм которые мы создаем сохранение несохранения жизни воровство или наоборот щедрость сохранение чужого имущества сексуальная чистота плотность грубая речь мягкая речь пустые разговоры содержательные разговоры разъединяющие разговоры соединяющие разговоры правда или ложь зависть или с радость успехом других злорадство либо сочувствие сострадания и 10 этический принцип самый главный называется мудрость или невежество и что такое мудрость или невежество казалось бы общая фраза но я вам сейчас конкретно объясню что это обозначает мудрость это обозначает понимание причинно-следственных связей понимания ручки если вы слышали о ручке если нет найти в youtube канале майкл ручки понимание кармических семян понимание как наши мысли слова действия создают нашу реальность вот эта мудрость понимание что мы связаны с каждым человеком что каждый человек каждое событие это проекция наших прошлых карм того как мы относились к другим людям в прошлом и в прошлых жизнях в том числе и невежество это когда мы думаем что это сам по себе человек такой плохой это не я его создал вообще у меня нет никакой связи это он ворует потому что у него плохое воспитание ворует у меня на фирме или муж пьет потому что вот мне так не повезло например да выйти за него замуж хотя если вы вы раскрутили эту карму мы бы увидели что скорее всего прошлой жизни не знаю вы продавали какую-то самогонку в деревне и очень многие люди пили этот напиток да и попадали в зависимость поэтому этим вы создали пьющего мужа но это как пример я вам конкретно рассказала чтоб вам был понятен этот десятый этический принцип и если вот мы нарушаем эти принципы конечно же мы создаем плохую карму и есть еще несколько аспектов как мы создаем плохие семена помимо нарушения этих 10 этических принципов второй аспект это гнев то есть мы можем создавать очень много классных семян делать много классных поступков проявлять щедрость я не знаю делать благие дела но если мы подвержены раздражению и гневу вот как например ребенок который кричит на фоне вот его очень сильно это все захватывает и причем ребенок продолжение мамы скорее всего и мама подвержена этим эмоциям либо она их подавляет а ребенок выводит либо просто ребенка кризис трех лет это нормально да там его что-то не нравится ему но здесь уже моя карма я буду раздражаться на это либо я буду дальше писать для вас ролик не обращая на это внимание вот когда мы подвержены гневу раздражительности мы сжигаем полностью все свои хорошие семена которые мы посадили до этого а давай вот на примере что-то сделала подруга не то что тебе понравилось дальше наш ее обсуждать и осуждать ты сейчас сжигать семена или или обсуждаешь новые но негативные смотри секунду секунду сейчас все-таки мы попросим во первых я сторонник того что если тебе что-то не нравится поговорить с человеком нечего его обсуждать за глазами приди скажи слушай я чувствую то-то то-то когда ты делаешь или говоришь что-то то-то вот и давай это обсудим ты для меня близкий человек и моя подруга вот у меня это вызывает такие чувства и всегда можно обо всем поговорить если вы обсуждаете человека за глазами то как раз таки ты нарушаешь один из принципов который называется разъединяющие разговоры то есть обсуждая человека которого нету за глазами ты его делаешь дальше друг от друга с тем с кем ты обсуждаешь и получается ты не сжигаешь свои хорошие семена но ты сажаешь новые плохие и если их много они как бы отодвигают твои хорошие которые ты посеял перед этим вот это первый момент второй момент конечно тут у многих тогда возникнет вопрос мари ну а как что теперь вообще избегать критики да вот например я сама руководитель и иногда команда с чем-то не справляется или в дружбе в отношениях всегда есть что-то что цепляет тебе не нравится или задевает твои чувства на самом деле всегда все зависит от вашей мотивации если ваша мотивация разъединить одного человека с другим это бэд карма если вы как руководитель проявляете критику и прям грубо это делаете для того чтобы унизить человека сделать ему больно это бэд карма если вы даете какую-то обратную связь мотивации чтобы человек проработал какую-то свою травму или стал лучше работать или указать указать ему на какие-то слепые пятна которые он в себе не видит но делайте это из мотивации любви к нему из того чтобы ему помочь это совершенно другая история то есть мы живем в таком мире но мы не можем вообще там не критиковать не давать каких-то оценок там не пропускать через свою призму все дело в мотивации а также в той мудрости которую вы держите внутри себя понимая что весь мир исходит из вас это вот такие аспекты как мы сажаем плохие семена как мы еще их можем сажать мы можем сажать плохие семена своим недовольством и непониманием как приходит мир к нам как мы его создаем когда мы всех обвиняем вокруг и это прям знаете начинает расти как снежный ком вот вы заметите то чему мы даем свое внимание то и начинает расти в нашей реальности то начинает и проявляться к нам притягиваются такие же люди недовольные нас плохо обслуживает мы возмущаемся и вот в этом момент есть такая классная практика когда например вас плохо обслуживает лежит когда пошел снежный ком и то не так и то не так и то не так это вас недовольство захватывает, вот прям в этот момент остановиться, вспомнить о карме, о семенах, что да, сейчас в данный момент сходят мои плохие семена, и если я хочу их перезасеять, и чтобы эти ситуации снова и снова повторялись, окей, значит, я буду злиться, возмущаться, буду высказывать своё недовольство. Но если я проявляю мудрость и понимаю, что окей, это сейчас зайдёт и закончится, и я прям осознанно проявляю свою мудрость, свою силу воли, чтобы это остановить и не возмущаться, эта ситуация закончится, и таких ситуаций будет всё меньше и меньше. Рассказываю пример, который произошёл со мной на днях. Муж мне подарил на Новый год пояс, я его заказала из Италии, из брендового магазина, и, в общем-то, курьер не соизволил позвонить мне на телефон, хотя я была дома, он нажал на домофон, который не работает, и уехал, и мне пришла только смс, что, мол, вам посылка не доставлена, и вы можете получить её в отделение. В отделение, как вы понимаете, нужно идти, тратить на это своё драгоценное время, и я, конечно, почувствовала, как у меня поднимается волна раздражения, я даже записывала сторис в Инстаграм по этому поводу, и вот я иду на эту почту, иду, прям записывая, говорю, так, я чувствую, что я злюсь, что вместо того, чтобы сейчас сидеть, готовить методические материалы, в школе кармологии, заниматься там учениками своими, какой-то любимой работой, я вынуждена тратить своё время на то, чтобы пойти и забрать эту посылку. Более того, я прихожу, и отделение, которое должно работать до двух часов, я прихожу в 13.45, оно уже закрыто, испанцы уже отдыхают, у них сиеста, всё, 15 минут до закрытия, не волнует никого, что ещё надо работать. И я прям осознанно отследила, что у меня захватывают негативные эмоции, я иду такая с собой разговариваю, Хмеловская, так, смотри, у тебя есть проблемы со временем, ты часто опаздываешь, часто опаздываю, ребят, каюсь, прям, моя больная тема, моя зона роста, вот почему тебя сейчас это возмущает? Ну, пойди повозмущайся на зеркало, значит, когда ты опаздываешь, и по чуть-чуть воруешь, да, время других людей, это нормально, тебя нужно принять, простить и полюбить. А когда сейчас сходит эта карма, и ты тратишь свои полчаса времени, чтобы пойти за этой посылкой, тебя, значит, это возмущает. И я вот иду, всё, это плохие семена мои, возвращаются, всё, я это понимаю. Я пошла, выпила кофеёк, скоро с Анчиками, прям пропустила через себя эту ситуацию, думаю, ладно, схожу вечером. И прям иду вечером, и иду, и такая про себя, такая, этой почте, этому почтовому делению, потому что думаю, вдруг оно вообще опять не работает. Про себя говорю, прости меня, мне жаль, я люблю тебя и благодарю всей этой ситуации. Прости меня, мне жаль, я люблю тебя и благодарю. Сделала свои фрактальные практики, забрала это всё в своё сердце, вспомнила о том, что всё исходит из меня. Прихожу, забираю посылку. Я почему-то думала, что за неё надо ещё платить, типа 30 евро, но я не заплатила. Или, может, я заплатила перед этим, но я не помню. Ну, неважно. Короче, я забрала её спокойно, прекрасно, всё закончилось хорошо. Но сам факт, если бы в этот момент я дала силу своим негативным эмоциям, я бы перезасела опять-опять. Не то, что одну эту ситуацию, десятки таких ситуаций. Вот таким образом, на примерах, я надеюсь, вам понятно, как мы создаём плохие семена. Пожалуйста, напишите, насколько вам было полезно это видео. Ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь, если вы ещё не подписаны на мой канал. Оставляйте свои вопросы, и на самые интересные я буду записывать видео-ответы, как, в принципе, сделалось сейчас, потому что это был один из вопросов наших подписчиков. Ребят, ещё хочу вас поблагодарить за ваши донейшены, за то, что вы лайкаете, комментируете, пересылаете ролики своим друзьям. У кого есть желание поддержать наш канал, вы можете это сделать под этим видео, либо подписаться на ежемесячную подписку 3 евро, поддерживать нас, либо сделать единоразово донейшен, тоже ссылочки все под этим видео. Все деньги идут на развитие YouTube-канала, на оплату работы команды, на ролики, на съёмки. В общем, спасибо вам большое. Если вы активны, значит, мы понимаем, что то дело, которое мы делаем, оно нужно и важно для этого мира. Мы вас благодарим. Субтитры создавал DimaTorzok